Привет, меня зовут Сымар и вы смотрите первую часть видеоотчета из моей новой поездки. В этой части я расскажу, что случилось с моим носом, как я пропахал пол России по очень хреновой погоде и что посмотреть в Йошкаравле. Поинт в Пятихатке. Такое ощущение, что не из Харькова выбираешься, а из Москвы. Гениальное решение менять асфальт по утрам рабочего дня на центральной улице города. Будет видео, как пакуется рюкзак, что мы с собой берем и так далее. Но вместо этого будет видео, как это все впихнуть. Вот это все. Пошла бы девочкой. Эй, я разбираю рюкзак, как-то ненадично получается. Нормально. А еще с нами поедет заяц. Не спорили. Первый чекпоинт пройден, российская граница пройдена за полтора часа, что не много для российской границы. И вот пруф. Вжух. Белгород. Мы ехали в Белгород, чтобы кататься на качелях. Квест выполнен. Перемочевали в Белгород и идем на Москву. Тепло, светло. Трасса на Москву 640 км до. Там же есть такая река еще в Белгородской области. Уголя называется. Как говорит Вайс. Ну что. Время офигенных приключений. Нам сегодня почти идеально повезло. Мы доехали почти-почти до Москвы. Но сегодня пятница. Из Москвы пробки. Москва уезжает из Москвы. Ну, дождя нет, хорошо. Холодно, блин, у них здесь, капец. Да. И Москва уезжает. Шайтов технологии. Белизуна, что ли, подведь. У меня офигенный квест поменять в Москве гривны на рубли, потому что кто-то продуплил. Очень интересный квест был вчера. Я приехал в Москву с украинскими гривнами. Мне нужно было принять их на рубли, но здесь почти нигде не меняют гривны на рубли. Без рублей я не могу купить местную симку, а без местной симки я не могу подключиться к местному Wi-Fi, потому что регистрация к Wi-Fi здесь только по российскому номеру телефона. То есть Wi-Fi есть везде, но подключиться к нему можно только если здесь российская симка. И сегодня у меня еще один, точнее продолжение этого влекательного квеста. Мне нужно найти, где сменяют экзотические украинские гривы. А пока что я бегаю по Москва-Сити, смотрю на небоскребы, стройки и потихоньку начинаю загорать, хотя вчера было плюс шесть. Весело началось поездить через этот раз. А мне сломали нос тупо посреди Москвы. Пошел, гулял, дали в нос, пошел дальше. Приключения начинаются. Это еще до Китая даже, когда я ехал. Самое поразительное, ребят, это не то, что мне дали в нос тупо в центре Москвы и всем вокруг было пофиг, кроме охраны. А в том, что я приехал в больницу. У меня тут кровища из носа, руки грязные. Мне дают направление. О, а что вы его грязными руками берете, говорят мне? Ну, офигеть, думаю я. Ладно, меня везут, чтобы от меня нос в операционную, завозят на кушеточке приемную и оставляют минут на двадцать. Я так вот лежу, думаю, ну, зашибись. Ну, мне зашили нос. Через неделю снимать швы. Спасибо, хоть на этом. Денег не взяли, все хорошо. Спасибо огромное Фрам, которая приехала оказывать моральную поддержку. Весело началось путешествие еще. И я такой красивый сижу здесь. День мира и труда, а мы обычно из Москвы на Казань и прошли уже даже полпути. Отпадцы до Казани мы в Нижнем Новгороде. И у нас есть Афея. А сейчас будем тягачить на выезд из Нижла и надеяться, что в Казани мы будем в адекватное время откинуть в Казань. Я не знаю, видно ли меня, но мы выставлю эти ваши и нам вестиками до Казани. Темно. И мы в Казани. Подобрал отличный мужик родной Вер, довез до окружной, выстрел до окружной. Будем будить нашего американского хоста ехать спа-чай, а потом спать. а это у нас квартира американского преподавателя музыки это не он это его кошка кошка мяу не хочет это фрам которая не выспалась собирается завтракать это я уже с почти зажившим носом и мы вписались в казани у американца который здесь как я уже сказал преподает музыку возможно он что-нибудь сыграет когда придет с работы мы пока что отлеживаемся завтракаем выдыхаем вечером пойдем гулять по городу ничего здесь так квартирка рыбки есть ну конечно все внимание будет не рыбкам а вот этой картинке правда вот тут можно души принимать в ванне плюхаться котик явно чего-то хочет котик вот так мы упали в казани впервые за все посещения казани прокатился на казанском метро после московского вообще красота чистенькая маленькая людей мало хорошо но почему-то выдают только по одному же точку за раз больше не дают говорят покупайте на станции когда будете ехать обратно а вообще это снова центр казани улица баумана где уже все обходы и опор я обхожена мы идем есть и мы такие с использованием зипов и мы такие с использованием зипов и мы сработали утеплением казань снег Ага, а ничего, оставалось не убираться в город, это ради этого офигенного заката. Просто волшебный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два с копейками часа в автобусе, за которым я успел даже поработать немножко. И мы приехали в столицу республики Мариэл, город Кешкаралу. Здесь еще холоднее, чем в Казани, приходится кутаться, но центр довольно симпатичный. А сейчас пойдем посмотрим на знаменитого ешкиного кота. Тут очень советуют ешкиного кота и набережную. Ешкин кот тут за углом, набережная тоже где-то здесь. Пойдем искать. Кот. Судя по потерпностям, потереть ему нужно нос или лапку. Судя по потерпностям, где-то стальная часть ешкаролы, но вот эта часть, которая у меня за спиной, уже стоит того, чтобы сюда приехать. Продолжение следует... Не знаю почему и зачем, но вот эти ребята за моей спиной, это Ренье Третий и Грейс Келли, которые венчались в Монако. Почему они стоят здесь в Ешкароле, я не знаю. Для красоты. Для полноты покрашения ветра. А вот за этой аркой заканчивается блеск и красота набережной и начинается Ешкарова. А в этих клевых часах кто-то выбежал, выбегал из левой двери, перебегал вправо, играла музыка, но мы уже на нее не успели. Поэтому придется глянуть где-то на ютубе. И самый понтовый ресторан города, я так думаю. Пойду посмотрю, что это такое вообще. А, динамическая скульптурная композиция. Работает оно? Ага. Ну ладно. Вот мы и съездили пообедать в Ешкараул. Посмотрели эту самую Ешкараул. Симпатичненько, годненько, но одного раза хватает с головой. А в Казани моросит дождик, прохладненько. Нужно идти закупаться едой, ехать на Писку и отсыпаться перед завшим длинным-длинным перегоном в Ёбург. В Казани было плюс шесть, поэтому мы испугались и надели на себя тупо все теплое, что было. Не считая там разве что четырех футболок. А сейчас, пройдя пару коммей через поля и частный сектор под рюкзаками, становится ощутимо теплее. Возможно, что мы запоем на трассе. Продолжение будет очень скоро, а пока подписывайтесь на канал, поддерживайте лайком и репостом. Увидимся!